Здравствуйте, уважаемые родители! С вами снова Татьяна Челыхова. Проект «Игровой английский с мамой» Рада вас приветствовать на страничках нашей шпаргалки для родителей. Сегодня мы с вами разберем тему «Как описать картинку». Описание картинки – это очень полезное задание для развития разговорного навыка. Ребенок учится использовать изученные грамматические конструкции для называния увиденного на изображении. В начальной школе описание картинки задается по образцу с подставлением слов в уже составленное предложение. И в учебнике вы увидите много таких заданий, упражнений трансформации. Формирование этого навыка – это длительный кропотливый процесс, происходящий постепенно, от простого к сложному. По мере усвоения новых грамматических конструкций, мы их начинаем наслаивать на уже изученные. И сегодня на примерах я бы вам хотела показать, как же происходит формирование этого навыка в начальной школе. Первый этап. Это этап называния картинки. Когда мы с детьми изучаем алфавит, мы называем предметы, начинающиеся на определенную букву. Вот этот этап и называется этап называния. Мы используем предложение определения. This is a dog. It is a dog. Это самые простейшие предложения определения. И в начале их достаточно. Далее, при знакомстве с прилагательными числами и цветами, мы уже добавляем предложение описания. И теперь наш текст уже может выглядеть следующим образом. It is a dog. It is funny. Its name is Foxy. Roxy is great. Далее изучаются части тела и вводятся конструкции. I have got. It has got. При помощи которых мы сообщаем о том, что у нас есть, что мы имеем. И в наш текст мы уже можем ставить предложения, которые говорят о том, что же есть у нашего героя. Про нашу собачку мы скажем. It has got. Big ears and a tail. На следующем этапе изучаются действия, умения и навыки. И в нашем обиходе появляются конструкции с модальными глаголами. И самый первый глагол, который изучается в данном случае, это глагол can. I can или I can't. Я могу. Я не могу. It can. И к тому, что мы рассказывали о нашей собачке, мы добавляем уже её умения. Roxy can jump. It can swing. But it can't fly. Ну и, наконец, при изучении одежды, погоды, природных явлений. В наши рассказы добавляется конструкция. I am wearing. It is wearing. Наша собачка уже приобретает предметы одежды и гардероба. Roxy is wearing glasses and a stripy sweater. Вот эта конструкция, которую здесь мы изучаем с детьми в данном случае, позже будет использоваться, когда мы будем описывать действия и явления на картинке. Эта конструкция используется во времени Present Continuous. И это дети, эту конструкцию дети будут дальше изучать в третьем классе. Описание того, что происходит на картинке, можно привести к примеру следующие. It is snowing. He is jumping. И так далее. Очень важное замечание, которое я хотела бы сделать, на любом из этапов формирования навыка описания картинки, в самом конце рассказа ребёнок обижательный должен выразить своё мнение. Используя конструкцию I like, мне нравится, или I don't like. Позже ребёнок узнает ещё другие конструкции, как выразить своё мнение. Но во втором, в третьем классе достаточно. Мы должны научить детей выражать свою точку зрения на английском языке. Вот эта вот точка зрения ребёнка всегда будет являться основополагающей при оценивании на любых экзаменах. То есть, ребёнок, который сообщит свою точку зрения, получит оценку на балл выше. Таким образом, к концу второго класса, для описания картинки в обиходе у ребёнка появляются следующие фразы и конструкции. It is или this is. Мы сообщаем, что это за предмет. It has got или I have got. Мы говорим о том, что есть у этого предмета или что он имеет. I like, I don't like, мне нравится, мне не нравится. I can, I can't, я могу, я не умею. It is weary. То есть, при рассказе у ребёнка должно присутствовать порядка шести-семи фраз. А история про нашу собачку выглядеть будет уже следующим образом. This is a dog. It is nice and funny. It's name is Roxy. Roxy is great. It has got big ears. Blue eyes and a tail. It can jump and swim. But it can't fly. It is wearing glasses and a stripy sweater. I like Roxy because it is cute. Вот мы с вами и рассмотрели основные моменты, да, как мы используем все грамматические конструкции, появляющиеся в речи ребёнка и всю лексику, да, которая появляется в процессе обучения. Хочу отметить, что описание картинки – это сложное задание для ребёнка. Для нас, взрослых, может быть, это не так сложно всё, но для ребёнка это сложное аналитическое задание. Прежде всего он должен представить, увидеть, что он, объяснить, что он видит на картинке, подобрать предложения, которые ему помогут описать эту картинку. И, конечно же, сказать эти предложения на английском языке – это достаточно сложный процесс. Поэтому наша основная задача – помочь ему не переусердствовать, не отбить интерес ребёнка к этому заданию. И я думаю, что всё остальное у нас с вами получится, потому что вместе мы справимся, вместе мы – сила. Я вам желаю удачи на вашем нелёгком поприще. С вами была Татьяна Челыхова. До встречи на наших шпаргалках для родителей, на страничках шпаргалки для родителей. Продолжение следует...